Знаете, существуют в мире разные подходы к священным писаниям, к Божьему откровению. И существует один такой подход, который называется доктрина замещения. Кто-то знает про такое? Слышали про такое? Доктрина замещения, когда некоторые теологи, после того, как они увидели проблемы, страсти, разрушение Израиля 2000 лет назад, храма, уничтожение многих еврейских объектов, исчезновение или рассеяние Израиля по всему лицу земли, многие теологи стали приходить к такой концепции, что Израиль свою роль отыграл, сейчас в Израиле нет никакого смысла, и сейчас церковь, а именно верующего Христа, заменили Израиль. На самом деле, на иврите это говорят, что йод бомица гвони йод. Ерунда. А, по-русски это говорят, ерунда на постном масле. А с ивритой это переводится, ерунда в томатном соусе. Ну, не знаю, почему так, но вот так. Почему? Потому что, туда Леэль, слава Богу, Израиль был, есть и будет. И на нем сосредоточены массовые планы Господа. И мне недавно в Facebook один человек написал, говорит, Леон, поясните, пожалуйста, меня так это обижает. Говорят, что наш христианский завет с Богом намного более хороший, чем ваш старый еврейский. Я ему говорю, дорогой друг, должен огорчить тех, кто тебя обижает. Но Бог никакие заветы вне Израиля вообще ни с кем не заключал никогда. И то, что называется Новым Заветом, написано в Иеремии, написано, и заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет. Но некоторые тексты постоянно проскакивают в разных статьях, типа, я вам прочитаю, вот одна статья сейчас была опубликована, Вавилон, и Вавилонская блудница она называется. Они пишут, в первоначальный период был основан на том, что до того говорили Моисеи и пророки. Это конец периода закона Моше и начала эры христиан, когда ознаменовалось исполнение закона единственным человеком Иисусом Христом. Ну, то есть, это то же самое, это вот та часть, а мы сейчас в новой. На самом деле это все большая ерунда, потому что Бог почему-то, нам сложно объяснить это, когда заключал какие-то вещи, часто использовал дополнение, которое звучит примерно так, все постановления вечные в роды ваши. То есть, когда человек говорит, я вечно тебя буду любить, или я вечно тебя буду ненавидеть, это бабушка надвое сказала. Но когда Творец миров говорит, все постановления вечные, то оно человеком никоим образом отмениться не может. И вот что говорится, допустим, про Песах. Я читаю из Левит 23 главы 14 стиха. Там кто-то сидел, переключали стихи, и куда-то они все исчезли. Левит 23 глава 14 стиха. Никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ездит в того дня, в который принесете приношение Богу вашему. Это вечное постановление в роды ваши во всех жилищах. Постановление вечное. И некоторые говорят, да, но потом Ешо пришел. И когда он пришел, он все сделал заново, все старое отменил. Но если мы откроем Матфея 5 главу и прочитаем с 17 стиха, то Ешо говорит следующее слово. То, что я сейчас вам говорю, это не про Песах, это я просто вступление говорю. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не пришел нарушить, я оно исполнить. 19 стих говорит, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. Кто из нас желает попасть в Царство Небесное? А кто из нас желает в этом Небесном Царстве быть малейшим? Ну, на самом деле, только бы пробраться. Но Ешо говорит, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Это большое обетование. И когда он говорит, я не пришел отменить, но исполнить. Знаете, как это можно выразить по-другому? Стать венцом. Венец, это вот когда дом строили раньше, потом ставили тот краеугольный или камень, я забыл, как он называется, тот вверху, который заканчивал все строение. И это вот по сути, что Ешо говорит, все, что было заложено от начала, я венец этого. Я не вместо, я венец. Это вот откровение, которое от Господа для вас. Итак, я сегодня хочу рассмотреть пять коротких пунктиков, в которых я буду говорить, почему нам надо или для чего мы исполняем Песах. И некоторые вещи, возможно, станут для кого-то яснее, а для кого-то, возможно, я чего-то и запутаю. Итак, некоторые говорят, но все-таки не очень понятно. Ведь в Коринфянах первая глава, послание к Коринфянам, о, стиха, первое послание к Коринфянам, пятая глава. Можно высветить его? С первого стиха. И если можно высветить даже сразу семь стихов, было бы хорошо. Можно как-то там? Мелкими будут, но ничего, здесь все с дальнозоркостью прочитали. Павел пишет... Отлично, супер, все же видят этот текст. А кто не видит, подойдите ближе, как я. Здесь Павел пишет в Коринфскую церковь, язычникам. Павел, ортодоксальный иудей, пишет в Коринфскую церковь. На каком-то этапе мега-церкви, знаешь, что такое мега-черч, мега. Это когда в церкви десятки тысяч человек. И часто это очень мощные такие церкви. Я как-то бывал пару раз в своей жизни в таких собраниях, ничего там не понял, потому что ты попадаешь, как в маленький кириат-бялик. У нас в Кириат-бялике несколько десятков тысяч человек, а там в собрании несколько десятков, на стадион кто-то. Все в своей волне, никто не поймет, что это такое, но неважно. И вот в Коринфе, там у них была своя волна. И на какой-то момент ортодокс, ультра-ортодокс, со всеми комплектами, Павел, верующий в Ешуа, его благовестник, увидев все это, пишет вам. Слышите, люди, у вас, по-моему, там крышу сорвало, он говорит. У нас вот дошел слух, что у вас там появилось какое-то ненормальное блудодеяние. И он говорит, вы должны покаяться во всех этих вещах, потому что ничего нет общего между грехами и верою, или хождением за Господом Ешу. И тут он заявляет такую фразу, седьмой стих просто отдельно высветил его, пожалуйста. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха или Песох наш, Машир, заклан за нас. На основании этого стиха часто говорят, все, Песох не нужен, потому что вот Ешу, это наша Пасха, и все остальное нам вообще как бы не важно уже. Но если мы смотрим контекст, то Павел что делает? Кто-то понял из того, что я вот только что говорил? Что Павел делал в этом письме? Он их обличал, он им просто сказал, люди, грешить это ледов, плохо, нельзя грешить. Грех это все равно, что сквасное. Назовите несколько грехов, которые являются вот по-вашему квасным. Ну вот так, чтобы было понятно. Ложь, еще, ну быстрее. Блуд, еще. Воровство. Прелюбодействие. Кто? Измена. Зависть. То есть, похоть плоти, похоть очей, гордое житейское, украл, обидел, натоптал, осудил, и масса-масса всего. И что Павел говорит? Это все подобно закваске в еврейском доме перед Песохом. Что делают в еврейском доме перед Песохом? Вычищают. То есть, в твоей кухне, квасное. Потому что все прекрасно осознают, что это заквасочка. Это символ не того. Но мы пользуемся закваской каждый день. И не Песох. Это все нормально. Но вот именно здесь он использовал это просто пример. Вы поняли меня, да? И Павел здесь говорит, люди дорогие. Он говорит, дорогие коринфяне. Я вам расскажу один анекдот. Хотите анекдот один? Я не знаю, его потом буду транслировать в этом. Один еврей с фамилией Коэн, зовут Моше, выучился в католической семинарии на священника. Ну и на его первую проповедь собрались все там кардиналы и все такие. Весь цвет католической церкви, чтобы послушать, как еврей, католический священник говорит. Короче, он задвинул проповедь, всем очень понравилось. И к нему потом кардинал подходит и говорит, это на английском языке, я вам сейчас переведу, он говорит, Father Коэн, отец Коэн, вы сказали просто шикарную месседж, вы сказали отличную проповедь. Но, пожалуйста, не называйте нас Beloved Goem. Возлюбленные братья. Я к чему говорю это? Павел им пишет, говорит, Белавет, возлюбленные, пожалуйста, не переворачивайтесь ног на голову. Еврейская мысль о Господе Ишуа, она просто простее простого, это не один, умноженное на миллион в квадрате, это просто один плюс один равняется два. Слушайте свою совесть, читайте писание, что они вам говорят, слушайте обличение от ближних или наставление, и старайтесь во имя Господа поступать праведно, потому что грехи это квасное, а мы принадлежим Агнцу. Итак, пункт номер один. Мы исполняем священные праздники Господни, потому что все постановления вечные в роды ваши. И если мы даже до конца их не понимаем, это не отменяет заповедь. Господь сказал, делайте, и я не хочу ни в коей мере сказать нашим братьям и сестрам за границей, делайте, не делайте. Но нам, как живущим в Эротисраэль, это прописано в священных писаниях, черным по белому, и нам, кроме как сказать амэн, я буду это делать, других вариантов просто нет. И понимаем мы немножко так или иначе, вообще не имеет никакого значения. Мы можем просто приходить к этому спокойно и радостно. Но, все-таки, в Машиах есть наш Песах, и это второй пункт. Почему? Каждый праздник Господень, сколько есть праздников в священных писаниях, кто-то помнит? Три какие, Толик? Есть какие-то еще мнения? Семь. Да, есть еще Рошашана, есть и съемки Пур, есть праздник Мацот, есть праздник, есть праздник, да, ну, короче говоря, их семь. Но, есть три, три, три даты. В первую дату исполняются три праздника. Это Песах, а Пресноков и первых плодов, но они объединены как бы в один праздник. Есть Шавуот, и есть вторые праздники, которые тоже три. Это Рошашана, Йом-Кипур и Суккот, которые еще три, ну, как бы говорят, три больших или семь помельче. Но, про эти праздники в Левит в 23 главе очень четко написано, это вам важно исполнять как моему народу. И одна из функций этого исполнения пророчества, а точнее воплощения пророчества. И я опять-таки не буду повторяться, потому что на эту тему я проповедовал не один раз. Но, Писание учит нас, что когда мы что-то делаем раз за разом, одно и то же, с определенной целью, допустим, ученик в школе, учится и учится, и учится, и учится, что он в конце получит? Диплом. Человек, который учится в университете, учится и учится, он в конце получит хорошее место работы. Правильно? Человек, который чуть поучился, чуть в компьютер поиграл, чуть поспал, чуть-чуть, то у него все будет по чуть-чуть. Когда Израиль исполняет праздники Господние, то он как будто достигает какой-то цели. Воплощает, накладывает. Я для тех, кто меня слабо сейчас понимает, приведу один пример из книги Откровения. Там есть такая картина, как к престолу Творца подходят старцы, и в руках они держат чаши, и в них молитвы святых. И они говорят, ну да коли, Господи, давай уже ответь на тех обидчиков наших, мы молимся. Он говорит, еще немножко. Еще мера не дошла. Когда доходит мера, пророчество, сказанное, исполняющееся, воплощается. И когда Израиль две тысячи лет, год за годом, год за годом исполнял праздник Песах, воплотилось. Каким образом воплотилось, кто-то знает? Еще. Еще пришел. И там был баран, которого резали, а здесь пришел Господь, и Иоанн Креститель, видя на нем голубя, говорит, сиагнец Божий, который берет на себя грех мира сего. Итак, пророчество. Когда мы исполняем праздники, мы воплощаем пророчество. Мы знаем, что еще, должен еще раз прийти. Кто знает об этом? Про это написано. Перед тем, как он поднялся на небеса, многие смеются над этим, говорят, ерунда это все. Вы знаете что? Веру нельзя доказывать математически. Это и не нужно. Не хотите? Не верьте. Но Писания говорят нам в деяниях апостолов, ангелы пришли к ученикам, они стояли с открытыми ртами, потому что они увидели, как Господь, благословив их, исчез. Облако подняло. И ангелы пришли и говорят, что вы такими, закройте рот, перестаньте, как муха залетит. И не удивляйтесь, лучше живите правильно, ожидая его возвращения. И они сказали, ибо таким образом, каким он поднялся на небеса, таким спустится. Но мы знаем, что его возвращение уже не будет как страдающего ягненка, а как царя царей. И поэтому мы упрямо продолжаем совершать праздник Песох. И вы знаете, там во время Песоха одно из чаш последнее, она называется Чаша Пророка Ильяху. Кто помнит это? Знаете почему? Потому что всегда перед приходом Иешуа, перед приходом чего-то важного Ильях заявляется. Он приходит и говорит, вот сейчас чуть готовности, и все будет хорошо. Во время прихода Иешуа в качестве Ильи кто был? Иоанн Креститель. И поэтому даже потом сам Господь сказал про него, это не был тот же сам Илья Креститель. Мы, говорит, в иудаизме не верим в индуистскую чушь. Мы не верим в переселение душ, мы не верим в инкарнацию, мы не верим в это. Человеку должны один раз умереть, и все. И пошел он туда, а потом ожидает воскресения из мертвых. Но и действия, и характер, и помазания, которые были на Иоанне, они полностью как бы были похожи на Илью. И он говорит, вот он был как Илья передо мной, и вот я пришел. Так написано. И что-то подобное случится опять. И сегодня, когда мы делаем праздник Песах, то мы ожидаем Илью. Кто он, не знаем. Будет кто-то. Итак, вторая цель, почему мы исполняем праздник Песах, потому что в нем есть мощнейшее пророчество. Далее. Третье. Чтобы осознать себя частью, пожалуйста, открой пятую главу второзакония. Я читаю первые пять стихов, даже больше. Да, пять стихов. Шесть, семь, не важно. И созвал Моше весь Израиль и сказал им, для поправки хочу сказать, во второзаконии, Моисей уже не разговаривает с теми евреями, которые вышли из Египта. Угадайте, кто это был. Это были дети и внуки, потому что сколько лет они ходили по пустыне? Сорок. Есть некоторые умудряются в сорок и в сорок пять только ребенка родить. А есть, которые в сорок пять уже умудряются иметь внуков. То есть там были люди, у которых были их дети, там, а там может быть и внуки. То есть с каким поколением разговаривает Моше? Второе, третье. Почему? Потому что что случилось с первым, кто-то помнит? Они, Бог сказал, не зайдете. Нарушили, не зайдете. И вот Господь говорит ко второму, третьему поколению. И говорит. И созвал Моше весь Израиль и сказал им, шма, Израиль, слушай, Израиль. Постановление и законы, которые я изреку сегодня в уши ваши. И вы учите их и старайтесь исполнять их. Господь Бог поставил с нами. Как он говорит? Не с ними, а с нами. Вы врите еще более ясно. С вами. С вами. Завет на Хорей. Не с отцами. Дальше. Не с отцами нашими поставил завет свой. Но с нами, которые здесь сегодня все живы. Лицом к лицу. С вами. Кто-то там из них был жив в это время. Они еще были в чресте. В планах их пап и мам и дедушек и бабушек. Как говорят в планах. По-русски говорят, да? Еще никто не родился. А здесь написано. С вами. Господь поставил завет. И сказал я Господь Бог, который увел тебя из земли египетской. Из дома рабства. Да не будет у тебя других богов, кроме меня. О чем это говорит? Вы знаете, есть такое выражение. Каждый должен осознать себя однажды стоявшим возле горы Хурев. Каждый должен почувствовать себя, когда мы исполняем праздник Песах. Это напоминание нашим генам. Наши гены, они держат эту генетическую информацию историческую. И когда мы исполняем праздник, это как будто ключ открывающий. Это откровение. То, что случилось там с нашими праотцами возле горы Синай, непонятно. Есть на эту тему много мидрашей. И некоторые намеки в Новом Завете. Помните, в Галатах написано, что когда Господь давал Тору, давал при посредниках, при участии ангелов. Так написано в Галатах. Кто-то помнит это место Писания? Некоторые помнят, кто читает Писание. Там написано, при посредничестве ангелов. Как понять эту штуку невозможно, если не обращаемся к мидрашу. Знаете, что мидраш рассказывает нам? И мы можем смеяться над этим, но по всей видимости Павел в это искренне верил. Мидраш рассказывает, что когда Господь сказал, я есмь, там на горе Синай заповедь, люди стали падать и умирать. А знаете почему? Потому что царь Давид, который тоже по всей видимости верил в эти слова, сказал, от твоего голоса тают горы. Если гора тает, то тем более человек падает и умирает. Не может человек стоять и слышать Господа напрямую. Падали, и ангелы говорят Господу. Небесный Отец, что же ты, день такой радостный, ты обращаешь в день траура. Все умерли. И он тогда возвращает их к жизни. И они воскресают и начинают разбегаться от страха от горы Синай. И Бог им говорит, вы меня уговорили их воскресить, собирайте. При посредничестве ангела. И ангелы выходят и людей поворачивают назад. Я не знаю, насколько корректно, точно этот мидраж. Не знаю. Но то, что там произошло, это было потрясающее событие. И в Евреях в 12 главе написано, что когда наши праотцы получали завет, то там было что-то невероятное и страшное, и потрясающее, и воображаемое, и невероятное. Но для чего нам все это знать? Если мы исполняем Песах, и мы к этому относимся со всей серьезностью и верою, Господь нам дает переживать то, что переживали там наши отцы. Кто из вас когда-нибудь молился? Господи, покажи мне себя явно. Я молился. Я думаю, большинство молилось. Особенно во время каких-то сомнений, когда тебя колбасит, и когда ты не знаешь как. Вы знаете, что чаще всего Господь на эту нашу умоляющую просьбу отвечает коротким словом? Нет. Знаете почему? Потому что блаженны верующие, не видя. Знаете почему? Потому что если увидим, и после этого начнем делать глупости, суд может быть большой. Но! Я вам хочу сказать, что когда мы исполняем Песах, когда мы преломляем эту мацу, когда мы вместе поем дай-дай-ену, дай-дай-ену, что-то происходит в нас. Там внутри, в наших генах. Как будто ты. И ты, и ты, и ты, и ты, и ты стояли там и слышали его голос говорящий. И тогда мы можем ожидать, что мы услышим потом, когда еще вернется во славе. Итак, третье значение, почему мы исполняем пасхальный седр, почему это важно для нас, чтобы пробудить в наших генах ту память. И что интересно, эти слова актуальны не только для потомственных иудеев. Написано, и пусть каждый пришелец, или иноземец, который живет посреди вас, и хочет есть Песах, пусть есть, потому что Бог дает ему ту же самую меру. Это где-то соединение с посланием Ефесянам 2 главе, которое говорит, и прилепил всех их через Ешоа к Израилю, чтобы они тоже переживали, то и были участниками. Вы со мною? Итак, первое, мы исполняем пасхальный седр, потому что это заповедь. Второе, потому что мы воплощаем пророчество. Третье, мы пробуждаем в своих генах память. Четвертое, Песах это завершенный праздник. Он более завершенный, чем то, что совершил для нас пока Ешоа. Поясню. То, что Ешоа для нас совершил, это совершенство, но оно еще не завершено. Как мы знаем это? Павел пишет в послании к римлянам, если вы откроете со мной восьмую главу с 22 стиха, 22 и 23, Павел пишет, «Ибо знаем, что вся тварь совокупности на этой мучается до ныне, не только она, но и мы сами имеем в себе начатках духа, и мы в себе стридаем, ожидаем усыновления, искупления тела нашего». Болезни, смерть, страдания, переживания, ужасное состояние, всякие пакости, водка, наркотики, игры в компьютер, это все часть наркотического этого зависимости, прочее, прочее. Это все из-за того, что наши тела имеют прикосновение от Господа. Часто во время прославления, иногда во время молитвы, иногда во время чтения Тора мы чувствуем «Роха, Кодыш, Ногея». Но мы еще не искуплены. Когда мы будем искуплены, кто-то знает? Когда он вернется. Но то, что случилось на Песах, это было завершенным событием. И мы совершаем завершенное событие, пророчество о том, что и то событие, в котором мы находимся сейчас, тоже один день завершится. О чем я говорю. Во время Песаха случилось две вещи. Я учил уже про это, но напомню, потому что важно напоминать. Пидион и геула. Кто помнит, что такое значит слово пидион? Выкуп. Что такое геула? Освобождение. Иврит очень барур, очень конкретен на эти темы. Каким образом случился пидион или выкуп? Господь сказал, зарежьте баранчиков и помажьте косяки. И когда я буду проходить, то губитель не коснется, потому что увидит, что за вас уже соплачено. Это знаете, иногда вы заходите в магазин, и вам очень хотелось вот эту вот кофеварку. Здесь есть у нас фанаты кофе? Нет? Вам очень, очень... Ну, знаете, есть в некоторых странах фанаты кофе. Он говорит, я пришел в магазин, а там стоит кофеварка, и я ее очень хотел. А на ней написано, продано, просто еще не забрали. Через интернет купили, но еще не забрали. И на ней написано соулт. Заплати, купи, закажи, месяц подожди. К примеру говорю. Так вот, когда Господь говорит, закалите барана и помажьте косяки, это была уплата. Что когда Господь будет проходить и продолжать суды над Египтом, Он не уничтожит. Выкуплены. На них уже написано проданы или куплены. Кем куплены? Господом. Кем куплены? Кем? Принадлежим Ему. Тут уже уплачено. Баранов-то зарезали, сделали, как Он сказал, и все случилось хорошо. И через некоторое время труба отрубит, народ поднимается и выходит из Египта физически. И когда они собираются вместе, то Муше говорит народу, исход 13 глава, 3 стих. «Помните сей день, в который вышли вы из Египта из дома рабства, ибо рукою крепкою вывел вас Господь, оттоле не ешьте квасного. Помните, вышли, геула, кигааль, оттану элухим, избавил, выкупил и избавил». То, что с нами сегодня происходит, как верующими в Ешуа, разумеется, мы технически свободны от Египта. И даже технически мы свободны, многие из нас, от Египта духовного. Что такое духовный Египет? Как мы понимаем сегодня духовный Египет? А? Грехи, рабство, страх смерти и прочее. Но, будучи свободными, согласитесь, иногда нас от страха колбасит. Я даже никаких слов не могу подобрать. Трясет. Почему? Потому что мы выкуплены, но хозяин еще не забрал нас. Мы выкуплены, но он еще не забрал нас. И когда мы исполняем Песах, что-то завершенное, мы укомплектовываем что-то, что должно случиться. И то, грядущее событие, несмотря на то, что исход из Египта это было космическое событие, то, что случится, будет еще более значительным событием. Потому что коснется не только еврейского народа, но коснется в первую очередь как обетование Израиля, потому что придет царь наш, Мелех Исраэль Тахзор, вернется царь наш, настоящий царь. И все сегодняшние президенты просто скажут ему, оу, спасибо, устали мы нести непонятную ношу. Вернется наш царь Ешуа. И Израиль, который даже не понимает его, будет танцевать Мелех, Мелех, Исраэль, царь Давид. Мелех, Мелех, Исраэль, царь Давид. И это будут обращать к Ешуа. И его владычество распространится на все народы земли. И люди даже в далеком Казахстане или Финляндии или Америке или Австралии или в Новой Зеландии почувствуют, что царь вернулся, потому что с его приходом начнется какое-то непонятное движение. Будут какие-то листья раздавать. Листья будут эти жевать и исцеляться. Написано, там река потечет и вырастут листья. И помните это? Кто помнит? Непонятно вообще про что он говорит. Это не будет добавка к пище. Это не будет лекарство. Но это будет что-то от Господа, от древа жизни, которое будет исцелять народы. Мы исполняем сегодня что-то, что было, чтобы ожидать того, что будет. Мы исполняем что-то уже завершенное. Там, где был искупление и освобождение или выкуп, и свобода для того, чтобы большее геула избавления совершилось. Номер пять, последнее. Ученичество или хождение за Ешуа. Помните, Ешуа перед тем, как он был вознесен, он сказал, идите и проповедуйте, учите, делайте, погружайте в воду, делайте мне учеников. ученичество и Ешуа основывается на двух столпах, на двух вещах. Первое, это вера. Вера в невидимого. Верою оправдываемся. Господи, в Тебя веруем, не видя. Согласны со мной? Второе, кто любит меня, заповеди мои исполнит. То есть, верь и делай, верь и делай. Скажите мне, вера наша совершенно? А дела наши? Поэтому, и там, и там, мы абсолютно зависимы от Него. Но, Писание почему-то использует странные слова. Постоянно старайтесь, прилагайтесь. Тогда мы будем немножко в другой позиции, чем те, которые просто, пассивно уповают на подаваемую благодать. Я не верю в пассивное упование на благодать. Да, мы веруем, мы призываем Его милость и помощь, и откровение. С другой стороны, мы должны что-то делать. Для чего? Когда мы веруем, приоткрываются какие-то окна на небе, и в нас вливается что-то с мира грядущего. А когда мы заповедь исполняем, мы сами становимся дверью. И через нас вот это вот из грядущего мира вливается в этот мир. Мы не можем послушать Богу, если мы не служим ближнему. Я уже на эту тему сегодня доверил. И именно поэтому, веруя и делая, мы соберемся и будем есть пресный хлеб, который есть Божья провизия и физическая, и духовная. Мы будем есть марор. Марор. Кто знает, что такое марор? Горечь, потому что в жизни полно горечи, но она часто зеленая, и она часто полезная, и иногда проходя через горечь, мы достигаем каких-то особенных плодов, а зелень, она символизирует избыток жизни. Мы будем пить вино, вино радости, искупления, которое было там совершено во время Синайского завета, и которое наш Господь Ешуа совершил, когда поднял чашу и сказал, сияясь кровь моя кровь нового завета, чтобы получать от него силу двигаться вперед, вера и заповедь. Мы постараемся это все делать, потому что ожидаем, что в один день все это воплотится в слова, которые записаны в Исаии, 60-я глава, 21-й стих. И там написано это в первую очередь обетование Израилю и также всем прилепившимся через Господа Ешуа к израильскому народу. И народ твой весь будет праведный, навеки наследует землю, от распрохождение моего, дело рук моих к прославлению моему. Почему мы исполняем пасхальный седр? Чтобы быть участниками того, во что мы верим и того, что является заповедью. Если у вас есть дополнительные комментарии, то это классно, потому что пятью пунктами объяснить Песах невозможно. Там книги можно писать. Но пусть Господь поможет каждому из нас и пробудит в нас это дело. Я хочу помолиться. Небесный Отец, я благодарю Тебя за слова Твоих писаний, которые дают нам жизнь. И мы знаем, Господь, что Слово Твое разделяет дух и душу, состав мозги, чтобы выстраивать нас в правильном пути. Прошу Тебя, Господи, помоги каждому из нас. Прошу Тебя во имя еще на силу помоги и благослови весь народ. И все это скажут? Аминь. Аминь.